Итоги выборов сейчас обсуждают без преувеличения во всей Чувашии. Сомневаться в их легитимности не приходится. И после окончания подсчетов цифры принципиально не изменятся. Почему голоса распределились так, а не иначе, рассуждают эксперты. Проведение выборного этапа я оцениваю очень положительно. Я знаю, что и сам был непосредственно свидетелем, как работала исполнительная власть, как все ответственные институты. Я очень рад, что выиграл Михаил Игнатьев, так как избиратели смогли оценить то качество работы, которое было пройдено в течение пяти лет. И я доволен тем, что вместе с ним вырастают молодые политические кадры, которые, в принципе, наверное, составят, скажем так, будущую политическую элиту Чувашской республики. Прежде всего, та обстановка, которая царила в момент выборов, в этот день, она свидетельствует о достаточно стабильной ситуации внутри республики. Есть ряд регионов России, где 30% только явка была. В Чувашии превышен порог выше 50%. Это говорит о том, что население не устало, и сами выборы являются одним из главных способов решения своих проблем. Значит, видят, доверяют власти. Эти выборы показывают, что граждане Чувашии уже привыкли жить по новым демократическим нормам. Это очень отрадно. Что касается результатов, то их результативность. Свидетельство того, что с 2011 года это большой шаг в сторону понимания и осознания своей не только ответственности за какие-то решения, но и понимания власти, что она просто так никогда не удержится ни в каком регионе. И отсюда свидетельствует то, что единая сильная команда сформировалась на протяжении последних двух-трех лет. И это свидетельство того, что власть тоже понимает, что демократические традиции – основа всех основ. Пожалуй, одной из основных особенностей этой избирательной кампании я назвал бы отсутствие какой-то серьезной черной борьбы друг против друга основных кандидатов. Хорошим следствием этого стала высокая явка. Чем больше грязи на избирательной кампании, тем меньше явка. Те условия, которые были созданы на этой избирательной кампании для политических конкурентов Михаила Васильевича Игнатьева, то бишь и для Коммунистической партии, и для Справедливой России, и для ЛДПР, я отвечаю вам, что вот эти вот условия, они, собственно говоря, предполагали, что по ходу дела можно было всему административному ресурсу, если бы он таковой и был, можно было противоставлять вполне себе спокойно те или иные политически чистые белые технологии. Потому что какого-то жесткого противостояния, еще раз подчеркиваю, здесь не было. Админ ресурс, он же чем опасен для политтехнологий, да, ну, когда у тебя может работать потрясающая команда политтехнологов, но они ничего не смогут сделать, потому что это нельзя, это нельзя, на телевидение доступа нет и так далее и тому подобное. Здесь этого не было, понимаете, как бы если... Были созданы условия, при которых можно было совершенно спокойно развернуться вот вширь по полной программе. Апеллировать к административному ресурсу, это самый лучший и спокойный способ оправдать свою неудачу. Поэтому каждый вправе апеллировать к чему угодно, но, наверное, это всего лишь одна из причин поражения.